доброго времени суток зритель и добро пожаловать на канал где клирик как мы договаривались нафармил немного титанита на колокольни и заточил свой свой хендер до плюс десяти таким образом мы имеем фантастический урон 572 и посмотрим немножечко по-другому на него 252 физического урона 252 урона от молний и 68 в общей сложности урона от скалирования от навыков клирик помимо того что развлекался на колокольни совершил также несколько вторжений через синее око опробовал свой меч мечом остался крайне доволен но остался не совсем доволен собой ну то есть все здорово урон фантастический урона более чем достаточно но ощутимо нехватка стамины и неоднократно за время этих вторжений нам с довелось пожалеть ну делаем перекат второй перекат заходим на удары все максимум 2 стамина кончилась и зачастую мы сделали перекат после удара нанесли удар противник сделал перекат ушел нанесли 2 нанесли урон и видим что чуть-чуть не хватило добить но на еще один удар стамины нету более того противник в результате наносит ответный удар а у нас уже нету и на того чтобы совершить перекат ну или как-то другим образом постараться уйти от этого удара защита щитом тоже не помогает потому что как ты помнишь зритель щит без стамины это в общем-то добровольное подставление самого себя любимого под гвард брейк или подстамина брейк ну то есть все хорошо а стамины не хватает соответственно рассматривая статы и понимая что вот эти 60 урона на фоне 500 сколько он будет 200 250 250 до 300 504 будет урона только от меча без учета скалирования и эти 60 дополнительных урона от скалирования в общем-то большой погоды не делают но однозначно делают гораздо меньше погоды чем возможность нанести еще один урон на 500 урона точнее еще один удар на 500 урона соответственно так как у клирика в наличии имеется аж два сосуда души появилась мысль рвануть к старушкам и перераспределить свои характеристики ну что ж сказано сделано мы с клириком направляемся туда а ты зритель пока можешь посмотреть как проходил фарм титанита и как проходили эти вторжения и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слева, вот в этой колонке, в этом разделе, белыми цифрами обозначены те статы, которые есть у персонажа на текущий момент. Красными обозначены те статы, обнуленные, которые были у персонажа с самого начала игры. И, соответственно, у нас есть в запасе 90 уровней, то есть добавили 1 стал 89, которые мы можем распределить. Ну и как мы в данном случае будем распределять на текущий момент. Силу и ловкость я сделаю 24 и 12, ровно столько, сколько требуется для использования свайхендера. И все остальное, все, что свыше этого, я хочу потратить с большим толком, ну как мне кажется. А веру я сделаю равную 22, пока что не буду поднимать до 30. Это ровно столько, сколько нужно для использования копья-молнии, хотя используется оно крайне редко, но пусть будет. Альтернатива была бы 20 веры под другие имеющиеся у нас чудеса. Но 2 очка не так много, пускай будет хватать на копье. Если в дальнейшем заполучим какое-либо чудо, которое захочется использовать, а веры будет не хватать, ну что ж, есть в запасе еще один сосуд души. Либо же просто к тому времени подкачаем веру снова. Сделаем ее побольше. Ученость. Чуть-чуть повысим, но не до 20, как было, а до 16. Трех ячеек, мне кажется, будет вполне достаточно, так как в большинстве случаев многие чудеса и не используются. Конечно, в случае трех ячеек это будет означать, что придется более обдуманно чудеса выбирать. То есть иметь один набор для PvP, один набор для PvE. Но в крайнем случае есть кольцо, которое добавит одну ячейку, и опять же в дальнейшем можно снова пробовать их увеличить, дальше раскачивая персонажа. Самое интересное, стойкость и жизни. И я хочу 40. 40 стойкостей, чтобы было 140 единиц выносливости, стамины. Так как 118 однозначно было мало, 130 было бы уже хорошо, но раз уж мы выкроили очки таким образом дополнительные, то почему бы их не использовать. И остается вопрос, куда деть 7 следующих очков. 2 я вкачиваю в ФЗЧ, для того, чтобы увеличить свою грузоподъемность. И остальные 5 в жизни. Чуть-чуть не хватает до 1500 очков здоровья, но постепенно, со временем подкачаем. Адаптивность. Наверняка зритель, ты спросишь, а почему он не хочет накачивать адаптивность? Всего 87 подвижности в результате мы имеем. Баланс 1,2 вместо 3. Но что такое 3 единицы баланса? Обрати внимание, у меня сейчас, зритель, 13 баланса, включая мой доспех. В принципе, уже сейчас я могу одеть хороший, тяжелый, точнее даже средний доспех и сделать баланс равный порядка 40. Конечно, при этом придется отказаться от своих эндера, просто для того, так как он слишком тяжел на текущий момент для моего персонажа. И он не сможет уложиться в 70% загрузки и с тяжелым доспехом, и с огромным мечом. Но, тем не менее, очевидно, что баланс от брони будет повышаться гораздо сильнее, чем это, в принципе, возможно сделать от адаптивности. И остается только подвижность. И всегда я следовал совету других игроков, когда говорили, что подвижность, адаптивность, точнее, нужно качать так, чтобы подвижность была равна минимум 100. И тогда все будет здорово, тогда будут хорошие перекаты, и можно будет комфортно играть. Подвижность также растет еще и от учености. Ну, то есть, повышая ученость в дальнейшем, можно иметь высокую подвижность, не имея при этом адаптивности. Для персонажей, ориентированных на физический урон, ни на магию, ни на веру, которым ученость, в принципе, особо не нужна, соответственно, подвижность можно раскачивать именно адаптивностью. Но, на самом деле, вот сейчас, вспоминая процесс игры, начали мы с четырех адаптивностей, потом раскачивали, раскачивали, вспоминая свой прошлый опыт в игре, когда я поднимал адаптивность достаточно высоко, добиваясь подвижности даже больше, чем 100. И я, по большому счету, какой-то огромной разницы не увидел. А также вспомнилось, что периодически на форумах мелькают некоторые игроки, которые говорят, что адаптивность это совершенно бесполезный и самый ненужный навык. Не знаю, кому из них верить, но хочу сейчас попробовать, посмотреть, каково это будет играть, не раскачивая адаптивность вообще. А, соответственно, в дальнейшем, если действительно я увижу, что без адаптивности вполне можно жить, попробую все это вкачивать в ФЗЧ, увеличивая, таким образом, свою максимальную загрузку и таская при этом более тяжелую броню, более тяжелое оружие. Мне кажется, это тоже будет достаточно здорово. Ну и, посмотри, зритель, при такой раскачке, 24 вместо 30 сила, ловкость 12 вместо 20, правое оружие будет наносить 563 урона, включая скейлинг, вместо 572. То есть, фактически, мы потеряли всего-то напосево 9 единиц урона. И, ну, стоит ли ради этих 9 единиц урона отскалирования, получается сколько, 8 плюс 6, 14 уровней аж вкачивать, я, честно говоря, смысла не вижу. Ну, то есть, очевидно, для меня вкачивание силы и ловкости имеет смысл только для того, чтобы использовать какое-то определенное оружие. Ну, либо просто на очень высоких уровнях, каким-то специфическим оружием, действительно, скейлинг, может быть, будет иметь такое огромное значение. Ну, пока я этого не вижу. Поэтому оставляем все как есть. И у нас еще есть один уровень, куда мы его вкачаем. А почему бы и 20 очков здоровья, либо 1,5 загрузки. В общем-то, не вижу огромной разницы. Пусть будет ФЗЧ, который я в дальнейшем, ну, хотя бы до 12 хочу попробовать поднять. Окей, на этом мы останавливаемся. Да, все вроде устраивает. Еще раз быстренько пробегаюсь. Ах, нет, 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 нет. Я заболтался и не учел один момент, что я ученость нечаянно понизил и сделал себе 2 слота на 3. Все. Теперь все замечательно. Остается 10 ФЗЧ. Учености 16. Три ячейки заклинания. Подтверждаем. И наш клирик готов. Ну, остается добавить, что помимо отзвайхендера также пристроили сюда в этот билд еще и тяжелый арбалет, который раскачан в настоящий момент до плюс 5. И колокольчик зреца раскачанный на плюс 6. Ну что ж, возвращаемся пока что в Маджулу. И хочу немножко рассказать о своих впечатлениях уже из практики сложившихся о цвайхендере. Ну и зритель, на самом деле ты совершенно верно заметил в комментариях, что правильно этот меч называть не цвайхендер, как его перевели здесь локализаторы, а правильнее говорить было бы цвайхандер, потому что это немецкое звучание. Но, хороший вопрос, но я все-таки предпочту его называть именно цвайхендером, просто потому что так он называется в игре. Так этот меч называют на Википедии, Дарксоловской Википедии. И, соответственно, большинство игроков и большинство всех, кто, возможно, будут смотреть это видео, знают его именно как цвайхендер, соответственно, им будет легче понимать, о чем идет разговор, и им будет меньше корябать слух это произношение. Ну а вообще, если говорить о историческом аналоге данного меча, то, как я понимаю, правильнее было бы его называть вообще биденхандер, то есть так, как его называли именно ланскнехты, которые не изобрели его, немецкие ланскнехты, но очень хорошо популяризировали, и настолько хорошо, что даже он поступил на вооружение швейцарской армии королевской в 15 веке. Но остается только добавить, что этот меч произвел настоящую революцию в военном ремесле, примерно такую же, как в 20 веке произвела танковая промышленность. Ну, хватит об этом, поговорим об этом мече в игре. Какие у него плюсы? Плюсы – это его фантастический урон и его очень такой неслабый удар по балансу противника. Ну, то есть почти всегда противник начинает качаться, и на сколько хватает стамины, просто вот начинаешь вбивать. Кстати, 40 стамины, 140 стамины. Сколько ударов теперь я могу совершить? Раз, два, три, четыре, пять. Это просто фантастика. То есть, если видеть с места, то у большинства противников просто перекатов не хватит. Вот, да, даже у меня не хватает стамины на пять перекатов. Раз, два, три, четыре, и все, и приехали. Ну, то есть, особо-то не укатишься от этого меча. Очень здорово. И помимо его урона, очень хороший действительно момент, то, что разбежался, и можно резко менять направление удара, наносить удары совершенно непредсказуемые. То есть, побежал вроде сюда, раз, и назад удар. Разбегаешься, и раз. Такой круговой цепляет всех. Примерно то же самое с выходами из переката. Но из минусов удары очень медленные, хорошо читаются противникам. Соответственно, нанести точный удар, попасть по противнику, становится крайне непросто. Не говоря уже о том, что пока ты замахиваешься, он успевает либо уйти, либо спарировать, либо просто нанести ответный удар гораздо быстрее, и прервать твою атаку. Соответственно, играть этим мечом крайне интересно. Нужно постоянно думать, выжидать момент, когда нанести удар, и каждый удар, успешно проведенный по противнику, приносит массу удовлетворения. Но в то же время, играть этим оружием сложно. И, безусловно, в PvP это требует очень хорошего скилла, очень хороших навыков, то есть к нему нужно привыкать. И даже при хорошем опыте, и я думаю, что очень опытный игрок, который умеет владеть этим мечом в совершенстве, ну, вряд ли выигрывает все бои подряд. То есть, однозначно, это не меч победителя. И, скорее всего, это все-таки однозначно не топовое оружие в игре. Но он просто обалденно выглядит. Геймплей очень интересен. И я склонен пожертвовать эффективностью и статистикой побед ради удовольствия помахать этой огромной дурой. Ну, а чтобы комфортно им махать, во-первых, я поменял снаряжение клирика, подобрал такое, которое, на мой взгляд, хорошо смотрится, при этом позволяет по загрузке ну-ка, может быть, еще и ботиночки теперь получится одеть потяжелее. А если перчатки, альвы, да. Вот таким образом. Хорошо. То есть, у нас идет впритык загрузка, позволяет носить щит на стамину, а стамина при орудовании таким мечом безусловно важна. И в общем-то все, потому что кроме этого меча и тяжелого арбалета, который я подкачал, больше ничего взять мы не можем, но я тоже пошел на это осознанно, как ты видел, зритель, в начале нашего путешествия я постоянно перехватывал одно оружие, другое, третье. Сейчас хочу попробовать хотя бы некоторое время походить только лишь с этим мечом, для того, чтобы к нему привыкнуть. Ну, и остается только добавить, что по нашим статам я могу использовать меч Хейда, могу использовать Палицу, но уже не могу использовать огромную пику, то есть меч призван эту огромную пику заменить полностью. А сейчас мы двигаемся, потратив кучу времени на разговоры, в следующую локацию, соседнюю с Маджулой, пока не хочу возвращаться в Железную Цитадель, устал я, бегая там в поисках этого меча, и хочу немножечко отвлечься от нее, тем более, что у нас есть аж две ароматные ветви теперь, и, да, одну из них мы купили у торговцев той крепости, а вторую, я не помню, где-то подобрали. И, следовательно, пришло время наконец-то прийти в это место, куда, я уверен, любой опытный игрок, проходя школьника, прибежал сразу же, как только увидел в наличии ароматную ветвь в торговке Малентии, а мы вот пошли туда, в Междумирье, потратили на битву с преследователем, ну что ж, зато теперь сюда пришли подкачавшись, и может быть это неплохо, потому что за той дверью ждет, ждет что-то крайне-крайне неприятное, покажу дверь, зайти в нее невозможно, потому что здесь окаменевшая статуя перекрывает, блокирует рычаг, а за решетками сидят неприятные парни, для начала разделаемся с ними, потом будем разбираться с закрытой дверью, давай выходи, я своим мечом в этом узком, в этой узкой комнате махать не собираюсь, ну что ж, мне показалось, что меч расправился с ним, его как будто бы было просто в ноль стамины, но звук зритель, ты слышал этот звук? да-да-да, во-во-во-во-во, а это лягушка Василиск, ну этот звук плюс вот эта вот каменная женщина абсолютно точка точно подсказывает, что за дверью скрывается именно Василиск, а может быть и не за дверью, а где-то и гораздо ближе, да, я начал говорить, что меч как помог разобраться с этой тварью ядовитой, вылезшей из этой комнаты, так и на самом деле немножечко помешал, так как показалось, что вроде бы в ноль хп ему сбили, но какой-то мизер там оставался и она ударила в ответ, но очень вовремя оценили сообщение и каждый раз если ты еще не знаешь когда твои сообщения плюсуют, лайкают, хп у персонажа увеличивается, то есть такой вот бесплатный эстус попробуем с двух рук а с двух рук этот парень убивается и цестус великолепно теперь у нас есть цестус смогу ли я его одеть и смогу но при этом надо будет одеть все-таки что-то полегче ну что ж возвращаемся к по ножам плута ну и соответственно тогда к более тяжелым перчаткам все-таки да перчатки рыцаря почему я так сделал потому что цестус на самом деле при таком хорошем большом оружии это очень здорово так как наносят более быстрый удар по одиночной цели и соответственно иногда когда уже чувствуешь что меч не успевает сделать замах раз и в носопырку что-то там еще было а вроде бы все ну что ж да я говорил что убиение этого парня с одного взмаха с двух рук это очень здорово потому что сейчас этих парней будет здесь крайне много но я забегаю вперед у нас тут есть каменная женщина и есть парень который сидит и скучает и очень напоминает еще одного парня из первого Дарка да он его зациклило он говорит что там статуя он не может пройти и возникает стойкая дежавю парень сидящий у ворот не может не могущий туда войти и ожидающий видимо уже очень долго когда такой шанс появится используем ароматную век былого и бам барышня отвалилась будьте здоровы она дает нам радужный камень и говорит что она разбирается в пиромантии а также жалуется на то что ее платье совершенно неподобающе выглядит и спрашивает не могли бы мы поделиться с ней одеждой обязательно поделимся но интересно она сетует на свое платье но даже если дать ей еще больше обноски она с удовольствием их напялит и будет носить а что мы можем ей отдать ну во первых у меня две куртки хранителя могил бери куртку у меня двое перчаток голема бери перчатки а что б такое дать латный пон уже олонского рыцаря ну на пон уже олонского рыцаря и шлем ничего нет в двойном экземпляре но и и не надо наверное ей отдавать никакой шлем пусть ходит с непокрытой головой так на нее смотреть будет приятно да я уверен пожалуйста пусть забирает а что у нее можно купить она продает кольца защита от огня защита от молнии защита от тьмы хорошие кольца но душ сейчас нет поэтому чуть позже у нее скорее всего их прикупим также она продает плоды и огненные семя в количестве трех штук которые нужны для того чтобы усиливать пламя перчатку пироманта также она продает пиромантии огненный шар огненная сфера поджигание отравляющий туман сырая плоть и железная плоть но я уже упоминал что клирик наш имея раскачанную веру и слоты для заклинаний фактически потенциально является неплохим пиромантом поэтому опять же чуть позже можно будет сюда наведаться к ней и перекупить точнее не сюда а в Маджулу потому что скоро она в Маджулу переберется усилить пламя пиромантии у нее можно имея огненные семена и что еще поговорим с ней закончим все диалоги для того чтобы она наконец-то в Маджулу отправилась все ее зациклило и можно ее оставить в покое ну что ж с ней все теперь бежим поговорим с этим парнем который будет конечно несказанно рад узнав что статуя больше дорогу не преграждает ну что ж он нас научил жесту используем его вместо какого жеста а пожалуй вместо вот этого да отлично ну и как долго я не откладывал этот момент а еще одно сообщение оценили как жаль вот пригодилось бы если бы это сделали буквально несколько секундами позже ну минуте секунд через 10-15 потому что я собираюсь дернуть за этот рычаг и это очень нелюбимый мною момент в игре потому что крайне редко мне получалось так вот дернул рычаг и сразу пошел дальше очень часто уж приходилось бежать сюда от костра повторно дергаем рычаг и срабатывает ловушка но стамины у нас теперь много урон у нас теперь сильный и здесь в общем-то все рапира да всего-то навсего легкотня а просто раньше я сюда с билденхандером не ходил привет девица надеюсь тебя не слишком испугали эти жабы а мы идем дальше и куда мы идем внизу горит костер присаживаться я не буду потому что как только я присяду к костру дверь снова захлопнется а все эти ребята которые вылезли там окажутся здесь и станут на меня нападать тем более что эстус не потрачен ну и пока в общем-то присаживаться к костру какой-либо необходимости нет не получилось а вот побегать пособирать всякие вещички в соседних камерах все-таки надо сундук по-моему раньше сундука этого здесь не было осколок фляги с эстусом замечательно еще один и все-таки попробуем запрыгнуть туда а там я вижу еще один такой парень и сам ответ жизни и все а здесь здравствуйте пожалуйста а вот эти ребята я помню они крайне бронированные имеют много жизни и хороший урон а с моим мечом здесь на узком пространстве это не размахаешься поэтому пусть он выйдет я хочу его на карнизике лупсачить а он как будто чувствует и не очень-то спешит выходить что-то уронил дверь зачем закрывать не надо не надо дверь большой большой осколок титанита просто здорово но это еще не все свалились тут есть еще камеры и а что здесь никакого клада ну что ж жаль жаль и здесь тоже ничего кроме вот этого парня ну что ж мы выходим в новую локацию локация крайне небольшая но в то же время неприятное и что если я переодену щит на щит дракона стамины теперь хватает а вот тем более есть кольцо кларанити а вот что-либо улучшающая дробь мне помешает темнолесье будем надеяться что я не завалюсь после такого удачного прохода с таким мечом вряд ли я завалюсь но тем не менее когда их будет много может просто не хватить времени на нанесение второго удара ага так я и знал что все будет не так просто так я и знал что обязательно какая-нибудь гадость попробует он меня травил он живой оказался уходим еще эстус и быстро-быстро лекарство от яда да не подумал я о том что это лекарство от яда нужно иметь обязательно под рукой и не не поменял чудеса соответственно очищающую молитву не взял ну что ж за это и поплатился привык к тому что предыдущих двух даже с одной руки одним ударом удалось пристукнуть да сноровки пока еще не хватает но будем надеяться хватит хп свалились и я совсем забыл что эти парни кидаются камнями в результате это стало вдвойне неприятным сюрпризом ключ камень фароса еще один здорово и мне показалось здесь что-то еще валялось такое уроненное нет а между тем свайхандер сточился наполовину и это мне не очень-то и нравится а теперь ребята давайте прав ли я не знаю но мне кажется что при двуручном хвате оружие стачивается сильнее нежели чем при одноручном человеческая фигурка и душа гордого рыцаря да хорошо идем дальше и что здесь даже никакой ловушки я все жду что будет происходить что-то новое необычное и в итоге попадаюсь на старые добрые ловушки которых уже не жду здорово ну что ж еще один костер можно и присесть к нему восстановить свой меч восстановить свое все и далее у нас есть три пути сюда сюда или сюда и в следующей серии мы пойдем дальше пройдемся по всем трем посмотрим что за ними на самом деле здесь и здесь дальше нас ждут тупики куда по идее мы пока еще не должны пройти а вот там ждет такое что что лучше бы там просто был тупик но не стоит такому не стоит воину с таким замечательным мечом избегать опасностей поэтому в следующей серии направимся туда и найдем несколько интересных кладов а эта серия на этом закончена спасибо тебе зритель что был на канале подписывайся оставляй свои комментарии и до скорых встреч пока